Асен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации и о ситуации с палатом в нашей республике. Доброе утро. Что касается эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией, она по-прежнему остается напряженной. За последние сутки у нас 35 случаев выявлено инфицированных. Из них 33 в городе Якутск и по одному в Алдане и в Намском районах. Если говорить о болтанском и намском, это контактные лица ранее заболевших, то по якутскому 33 случая. Это, конечно, немало. И хочу сказать, что в целом, конечно, мы видим, что это в основном корпоративные заражения, когда внутри коллектива идет заражение, и внутрисемейные. При этом за последние сутки 28 человек полностью выздоровело и выписалось. Уменьшилось также количество крайне тяжелых больных. Их у нас было до вчерашнего дня 10, сейчас уже 7. Мы все-таки испытываем определенную, видим положительную динамику в состоянии некоторых из них, и мы надеемся, что выздоровеют все. Хочу также особо отметить, что проверка, скажем так, соблюдение режима самоизоляции теми лицами, которые ее должны соблюдать, в первую очередь контактные, приехавшие из других регионов, показывают, что порядка 25% все-таки режим самоизоляции нарушают. Это, конечно, может привести к очень печальным последствиям. Здесь жителям Якутска, в первую очередь, надо все-таки, несмотря на соблазны, выйти на улицы, посмотреть ледоход и так далее, все-таки воздерживаться от этого. Ледоход приходит каждый год, и в следующем году он придет так, ничего в этом страшного нет, если в этом году не посмотреть. А вот скопление народа, оно может, конечно же, привести к случаю массового заражения, чего бы не хотелось по-якутскому именно видеть, так как для снятия ограничительных мер по-якутскому нужно, чтобы количество заболевших каждый день уменьшилось, там было гораздо меньше 10. Пока, к сожалению, еще раз говорю, 33 случая не позволяют нам режим с ограничительных мероприятий по-якутскому смягчать. Также вчера поступило, наконец-то, решение Министерства просвещения Российской Федерации. ОГЕ в этом году для девятиклассников будут отменены, и результат пойдет именно по результатам той учебы, которая у них была в течение года у девятиклассников. Что касается ЕГЕ, ЕГЕ переносится, но пока сроки проведения ЕГЕ они еще не сообщили. Причем ЕГЕ будут сдавать именно те выпускники, которые хотят поступать в высшие учебные заведения. Те, кто в этом году не планирует поступать в высшие учебные заведения, могут ЕГЕ сдавать уже в следующем году. Ну и, соответственно, мы надеемся, что и сроки приемных комиссий в вузах страны, они тоже будут продлены. Что касается поводковой ситуации, то сегодня у нас основной ледоход идет по Лене в районе Якутска. Вчера был достаточно серьезный затор, связанный с тем, что лед от кангаласского мыса практически до намцев был такой неподготовленный. Толщина его достигала там свыше метра, метр десять, метр двадцать местами. В результате нашего утреннего облета мы приняли решение о подрыве ледовых заторов. Вчера вечером был первый произведен, ночью под утро был второй подрыв. И сейчас произведены два подрыва, третий и четвертый. Как раз все в районе от кангаласского мыса где-то до идейцев. Мы видим, что движение льда началось. То есть льдины большие, которые были как бы затором, они все-таки начали двигаться. Видим, что идет уже стабилизация уровней по Якутскому. Она, по крайней мере, не растет, а уже немножко начинает падать. Начинает пребывать уже в районе ядейцев. Это говорит о том, что все-таки вот эта накопленная масса воды, она все-таки уже позволяет после проведения взрывов надеяться на то, что ледоход двинется. Ну и дальше он пойдет все-таки без таких серьезных проблем. Что касается других рек, и Алдана, и Вилюя, то особых проблем там нет. Ситуация под контролем. Везде оперативные группы МЧС с участием республиканских ведомств, республиканских спасателей работают. Единственная просьба, конечно, к жителям, в первую очередь к охотникам, очень внимательно относиться к предупреждениям, которые МЧС регулярно отправляет и сообщает. Мы вчера облетали, видели прямо вот брошенные уже на островах машины, из которых люди, судя по всему, эвакуировались достаточно быстро и так далее. Конечно, таких вещей делать не надо. Ну и подвергать свою жизнь опасности, рисковать ее, конечно, крайне неразумно. И надо понимать, что каждая эвакуация людей с островов, в первую очередь через горы охотников, это всегда достаточно большие расходы для бюджета. И ответственность за расходование этих средств потом может быть переложена на тех лиц, которых как раз мы и были вынуждены эвакуировать. Поэтому берегите себя, не подвергайте своей жизни опасности во время ледохода, соблюдайте все требования безопасности. Спасибо. Спасибо.